Добро пожаловать в Warface, братишка! Стандартный процесс мотивации Рокутагина. Нет, Кэп. Да давай. Нет. Ну как в старый дубле. Кэп, ты просто подумай, что ты мне предлагаешь. Это реальность самоноги будет. Это не 2014, 2015 или даже 2016 год. Сейчас в игре в основном ветераны остались. А те, кто вроде как новички, это в основном твинководы. Да еще какие твинководы. Сейчас у каждого ромба и ежа по кресу. А ты мне предлагаешь самоногибом играть. Нафиг оно мне надо? Ну бро, ради контента. Нет. И я даже не хочу об этом слышать. Ну, в общем вы поняли. Рокутагина главное хорошенечко подразнить. Тебе компания не так удобно представляет. Весьма недурно. Или каким должно быть дефолтное оружие Warface? Мясорубка. Мясорубочка, да, как старые добрые. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и Капитан Очевидность. Играем в Warface. И есть мне для вас... Хэдшот, бэби, you got owned. Да. Скачи нам тебе. Благодарю, дружище. Есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Галя брила зону бикини и использовала для того, чтобы все это дело видеть, фронтальную камеру. Но когда на экране стали появляться сердечки, она что-то... Хэдшот, детка, заподозрила. Ха-ха, да. Красава Галя. Да, порадовала народ, как положено. Глубоко и надежно. Так. Играем сегодня мы с ДАЭВу К2. Да, Кэп меня все-таки хэдшот детка уговорил. Попали плохо, Рочи. Да. В основном в голову попадает. В основном в голову, да. Ну, с таким оружием только в голову и надо попадать, иначе будет жопа. ДАЭВу К2 это в целом глубоко и надежно. Не знаю, как вам, друзья. А у меня почему-то с этой пушкой еще и гнуть получается. Ветераны. Мясорубочка, да. Тем не менее, идет весьма годненько. Так. Вот так, мой хороший инженер. Комната, как вы видите, полна доната. Весьма нагибного в том числе. И тем не менее, с ДАЭВу я чувствую себя весьма комфортно. Сука. Звучит как реклама прокладок. Ха-ха-ха. Да. Есть такое. Давай, давай. Есть. Попал. Отлично. Вы знаете, данная пушка, несмотря ни на что, действительно очень хорошо ставит хэдшоты. И часто ваншотит. Казалось бы. Добрый вечер. Да, добрый вечер случился. Так оно и бывает. Да. Кстати, вы заметили, у Кэпа, ребята, старый голос. Да. А почему? А потому что... Экселент, детка. Потому что у Кэпа старый микрофон. А вы помните те времена? Вынужден заметить, что в крысу ты играешь намного лучше. А-а-а. А я вынужден заметить, что твои шутки такие же старые, как твой микрофон. Помните, когда-то я вообще записывал даже свой голос? У Кэпа был беспонтовый микрофон, вот этот, который у него сейчас для караоке. А у меня была вообще просто гарнитура. Да, я на гарнитуру раньше записывал. Но в этом был свой смак. Кстати, вот многие люди, знаете, часто вот смотрят, человек пишет, что Дагин, я хочу Ютубом заняться. Чего посоветую? Я говорю, занимайся. Все, больше что советовать не буду. Там, какой комп купить, какой микрофон? Я говорю, ты занимайся. А что будет, как бывает в 9 из 10 случаев? Знаете, как человек занимается Ютубом? Он... Тяжелый нагиб. Да, тяжелый. Люблю его. Да, я тоже. А у людей бывает супертяжелый нагиб. Человек покупает себе топовый комп, который ему нафиг в итоге не нужен, покупает себе там крутой студийный микрофон, офигенную ветку, там все. И в итоге ни хера не делать, не записывать. Он записывает два видоса и думает, что как бы после этого у него должно быть миллион подписчиков. Но это так не работает. И поэтому он перестает записывать. Все. Хэдшот, детка. То же самое вот мне часто спрашивают. Дай советы. Вот совет еще один. Люди часто любят записывать фрагмовики и думают, что это не контент вообще. Фрагмовики это не контент, пацаны. Берите видосы. Учитесь общаться. Как бы вот нормально. Заведите друга. Ха-ха-ха-ха. Да. И все будет топово. А вот это куплю комп и потом начну. Нет, так не работает. Это знаете, все равно что научиться какой-то работе, профессии, прочитав, не знаю, 10 книжек по ней. Это не работает. Я сам через это проходил. Мишка, а правда, что ты снова от разработчиков требуешь РМ на мясорубке? Да, да, я требую РМ на мясорубке. Я, как бы, разработчики у нас постоянно. Вот у них мода новая пошла. Это хорошая, в принципе, мода. Они спрашивают, что надо изменить в игре у ютуберов. Там 5-10 предложений пишешь. Последний раз писали полгода, год назад. Кое-что из этого они осуществили. Молодцы. Теперь они вновь попросили. На этот раз пунктов у меня меньше. Но обязательный пункт, это чтобы РМ был соло. Чтобы режимы чередовались в сезоны. Один сезон мясорубка. Второй это королевская битва. Третий сезон это, конечно же, выживание. Но тут есть одна проблема. И поэтому первым пунктом я поставил не вот это, да? РМ на мясорубке. А первым пунктом я поставил объединение серверов. Ну, кросс-сервер, как они планируют сделать. После этого можно будет точно вводить очень разнообразные РМ на мясорубке. Соло рейтинг, так сказать, да? А про дефолтные пушки, Рокутагин, ты им сказал? Да, да, я сказал как бы, нет, это я устно передал, потому что я в прошлый раз об этом писал. Собственно говоря, еще раз в этом видео скажу. Разработчики, вот видите, когда его К2 нагибает? Вот это на самом деле, это уровень дефолта. Вот эту пушку надо новичку давать, когда он только приходит в Warface, а не М4А1, в которой еле гнется. С хорошим отрывом идёт. Да! Гляди и выиграй. Возможно. С этой пушкой даже можно вот что-то делать, что-то выигрывать. Конечно, на РМ её вряд ли стоит брать, честно. Ну, может, вдруг и зайдёт, кто знает. Но вот даже какой-нибудь паблик, мясорубочку, с ней уже можно даже на ветеранах поиграть. Вот такое должно быть оружие дефолтное. Это вот это вот дефолтный уровень. Поэтому вот эти все минорные какие-то плюс 5 темпа стрельбы, плюс 0,5 дальности, то, что делают сейчас наши разработчики. Разработчики, это фигня. А нет, кстати, желания поиграть ещё с каким-нибудь старым сомбрером? Ахаха, Кэп, не знаю. Как людям зайдёт. Так получилось, что когда-то я начинал с летсплеев, да, вот таких, в Warface. Я в основном играл, обозревал пушки, как бы. А потом так получилось, что я больше перешёл на именно блогинг, на обсуждение каких-то вопросов, проблем и так далее. Это тоже, в принципе, неплохо. Поэтому не знаю, как людям будет заходить чисто геймплейный такой вот формат вновь. Мне кажется, вообще, геймплейный формат в Warface, у большинства ютуберов он умер. Да. Но есть некоторые варианты, есть именно тот формат, который я хочу делать по Warface, геймплейный. Но я его делаю на втором канале, кто не знает. Да. У меня есть второй канал, и там тоже есть ролики по Warface. Они направляются где-то раз в месяц, не чаще обычно. Может, потом чуть чаще буду делать. Но я думаю, не чаще, чем раз в неделю точно. Я точно чаще, чем раз в неделю там не буду делать Warface. Поэтому... А ведь когда-то выиграть даже с дефолтом было нормально. Да, да. Когда-то вообще как бы... Серьезно. Раньше с дефолтным оружием, с эмочкой, с дефолтным дробовиком. Совсем. Гнулось просто великолепно. На мясе, на ветеранах. Да, я вам без шуток говорю. Тогда снаряга была другая. Тогда пушки дефолтные гнули. Вообще раньше вот, несмотря на все эти разговоры, что вот сейчас без доната легче, чем раньше. Знаете... Хатшот, детка. Что-то я не ощущаю. Мне кажется, во времена 14-15 года, без доната, за штурмовика, за инженера того же, было точно легче. Вот за медика и снайпера, наверное, уже посложнее, не спорю. Но за штурма и инженера было просто меганагир. Потому что более ранний этап, раньше ты получал оружие, с которым ты мог гнуть, в принципе. Да, серьезно. Серьезно. Все как-то раньше играть без доната мне лично было намного легче, чем сейчас. Может, конечно, я больше играл... Согласись, рачишка. Да, несмотря на то, что времена поменялись, мясорубка все еще один из лучших режимов этой игры. Да, есть такое. И до Эву Кат-2, как ни странно, хотя это не донат, хотя это не что-то сверхъестественное, но наколотить с ней 72 фрага на мясорубке, как вы сейчас видели, на ветеранах, это вполне можно. 72 фрага, 61 хэдшот, где ЮАС Оунд, меткость неплохую показали, да и вообще отлично понагибали. Да, такие дела. До Эву Кат-2, я считаю, это уровень дефолта. Вот такая должна быть первая пушка у каждого класса, чтобы ты с ней пришел и даже на ветеранах, пусть даже на паблике, но что-то мог показать. В любом случае, если данное видео вам понравилось, пишите в комментариях, хотите ли вы вообще геймплейные видео, оценивайте второй канал, там вообще самый сок, современные форматы, по Варфейсу все глубоко и надежно, думаю, вам понравится. Вот, яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.